Великий Новгород накрыла новая волна мошенничеств. Обманщики разводят пенсионеров, прикрываясь названиями известных медицинских центров. Речь идет уже о сотнях тысяч рублей. Вот эти вот препараты принесла Любовь Леонтьевна. Это та пациентка обманутая, которая пришла с жалобой. И нам пояснили в магазине, что вот эти два препарата назначаются мужчинам от простатита. Обманутым бабушкам и дедушкам эти пилюли должны были, судя по всему, помочь излечить все болезни. Их стоимость для одной из пострадавших составила 200 тысяч рублей, в то время как розничная сеть предлагает цену в 10 раз меньше. Человек на другом конце провода интересовался благосостоянием и здоровьем пожилых, после чего проводил телефонный осмотр и ставил телефонный диагноз. Препараты тем, кто купился, доставили курьером. За его услуги дополнительно пришлось заплатить еще тысячу. Ну а остальные рекомендации, по словам мошенников, можно будет получить на Старорусском бульваре, дом 3. Здесь находится медицинский центр «Секреты долголетия», куда и обратились несколько человек. Медики в шоке. Докторов, которыми представлялись мошенники, в числе их персонала нет. И БАДы здесь никогда не выписывают. Ни один доктор не может дать рекомендацию по телефону, не видя пациента, не зная его проблем со здоровьем. Потому что в средствах массовой информации мы прочитали, что пенсионеры там дышат в телефонную трубку, и врач делает назначение, якобы оценивая его состояние здоровья по дыханию. Это вообще полнейший бред. Сейчас сотрудники медцентра ждут 21 мая. Именно на этот день, по их информации, большинству пострадавших, часть из которых пока не подозревают, что они пострадавшие, назначен прием в 303 кабинете. К слову, в секретах долголетия такого нет. Их здесь всего 12. Зато 303 кабинет есть в областном управлении МВД. Именно к сотрудникам полиции медики и рекомендуют обращаться всем, кто пострадал от действий мошенников. Пока информации о наличии подобных фактов в пресс-службе не подтверждают, но просят новгородцев не решаться на необдуманные дорогие покупки. Посоветуйтесь со своими более молодыми родственниками, знакомыми, близкими, друзьями. Они дадут вам дельный совет и, возможно, уберегут вас от каких-то последствий. Ну а если у вас появились подозрения о том, что вы все-таки стали жертвами мошенника или вас обманули, неизмелительно обращайтесь в полицию по телефону 02 или с мобильного 102. Сотрудники центра тем временем разместили сообщения о фактах мошенничества в социальных сетях и просят новгородцев провести беседы со своими пожилыми. И очень надеются, что больше на предложение купить чудо-таблетки по астрономической цене никто не откликнется. Натария Савицкая, Галузгий Ванзян, Новости, Новгородское областное телевидение.